Это устройство называется лабораторный автотрансформатор, сокращенно ЛАТР. В нем имеется одна катушка, навитая проводом с лаковой изоляцией натероидальный стальной сердечник. Питание от источника переменного напряжения подключается обычно к концам этой катушки. Обмотка протерта сверху до оголенного провода, и по ней движется контактное колесико, к которому подведен третий выход. Подсоединим мультиметр к одному из концевых выводов и к контактному колесику. Сейчас колесико подведено к концу катушки, и выходное напряжение 10 В равно входному. А при перемещении колесика выходное напряжение уменьшается пропорционально длине той части катушки, с которой оно снимается. Когда по катушке автотрансформатора течет переменный электрический ток, он создает в сердечнике переменный магнитный поток. ЭДС индукции, наводимая в любой части катушки, пропорциональна числу витков. При этом ЭДС индукции на всей катушке должна быть равна входному напряжению. Значит, выходное напряжение составляет такую же долю от входного, какую долю витки выходной части катушки составляют от полного числа витков. Вы можете сказать, а чем это устройство отличается от обычного реостата. Но сделаем опыт, который покажет, что отличие здесь и в самом деле существенное. Для этого подадим входное напряжение 10 вольт на часть катушки, а выходное напряжение будем снимать со всей катушки. Сейчас колесико подведено к концу катушки и выходное напряжение равно входному. Передвинем колесико и выходное напряжение становится больше входного. И вот мы довели его до 170 вольт. А с помощью реостата напряжение еще никому поднять не удавалось. Все дело в том, что переменный магнитный поток за счет сердечника пронизывает не только витки входной части катушки, но и все остальные витки тоже. Поэтому в них также наводится ЭДС индукции. И теперь это ЭДС на всей катушке во столько же раз больше входного напряжения, во сколько раз число витков во всей катушке больше числа витков во входной части катушки. Так что с помощью автотрансформатора можно не только понижать, но и повышать напряжение.